Бабушка хороша тем уже, что она есть, и к ней можно пойти поесть. Это правильно. Со стороны бабушки это правильная позиция. А вообще, иностранцы за Лисово говорят «бабушка», она не подозревает обычного значения этого слова. Итак, досье на бабушку. Бабушка — это секретное оружие государства. Ее глазами государство следит за шпаной. И с помощью бабушек же государство распространяет и собирает слухи, их голосами избирает политические партии. Бабушки ничего не ждут от жизни, кроме пенсии. Пенсия очень маленькая, поэтому бабушки ничего не едят. Но при этом они все очень полные. Это загадка бабушек. Итак, разговор продолжается. Мы говорим о бабушках. И следующая интересная новость, а точнее факт жизни бабушек, а точнее о их жизни, об их жизни, это тот факт, что половина бабушек абсолютно неадекватны, потому что они живут в параллельном мире телесериалов. Обитают бабушки в очередях, на лавочках и в креслах перед телевизорами. Работают бабушки вахтерами, продавцами и контролерами троллейбусов. Виды бабушек. Бабушки бывают сельские и городские. Сельские умеют доить коров и пить деда. А городские делятся на бабушку, подъездную, разговорчивую, обыкновенную и молчаливо-одиноколавочную. Городские бабушки питаются слухами, новостями и семечками. Средняя семечка поплевываемость составляет 1,5 семечек в секунду. Другая характеристика бабушек — головопокачиваемость. Головопокачиваемость бывает двух типов. Вертикальная у всегда согласных совсем бабушек и горизонтальная у вечно противоречащих бабушек. Бывает непобедимая смесь этих двух типов, когда в голову влачают вот все в своем состоянии. И радикулирует. Не дописал. И радикулирует. И от руки просто писал полковидную. Бабушка писала. Бабушка писала. Не надозвонилась мне. Вот, когда вращается во всех направлениях голова у бабушки, это называется... Это называется... Непобедимая смесь. Непобедимая смесь. А если она еще сочетается с первоминентным семечкопоплевыванием, то такая бабушка непобедима. Она может работать в подъезде вахтером, также продавать пирожки и отпугивать нечистую силу одновременно. Бабушки-вахтеры страшны, потому что каждый для них младенец, и в деканат она тебя не пустит, собрать документы во время сессии, потому что именно такие, как ты, выкручивают ручки с дверей в туалет. Точно говорю. Одна бабушка-вахтер может удерживать напор семерых студентов. Избесла бабушка-контролер в троллейбусе 18-го маршрута, которую боятся все зайцы. Когда она произносит «Кто еще не обелечен?» Обелечиваются даже матерые зайцы. Любая бабушка знает, как не заплатить сантехнику за ремонт унитаза. Как приготовить вареники с картошкой и с луком без картошки. И борщ с яблоками. Бабушки в курсе всех заначек во всех квартирах подъезда. И даже знают, кто сыпли в лифте постоянно. Никто не знает. Она знает. Бабушку голыми руками не возьмешь, она колючая. Бабушка любит рассказывать сказки и знает их очень много. Потому что она слушает за всю жизнь их очень много. Бабушка не пьет, потому что когда она выпьет, она начинает вспоминать, как она была молодой. А в эти сказки уже никто не верит. Бабушке официально разрешено лукать. Поэтому она очень коммуникабельна. Надо говориться и с трехлетним летним ребенком, и с деканом университета. Поэтому сообщать о том, что студент пропустил полгода лекции, потому что была сломана нога, отправляется именно бабушка. В каждом подъезде есть дежурная бабушка, которая специально на ночь не пьет снотворное и ждет, чтобы кто-то начал веселиться и вызывает полицию. Это дежурная бабушка. Дежурная по подъезду. Бабушка. Бабушке есть очки. Их три пары. Надетые вместе, они дают такую оптическую мощь, что она может разглядеть светофор. Но не всегда цвет светофора. Поэтому бабушку надо переводить через дорогу. Три-пять раз в день. И донести сумку помогать. Содержимое сумки — это секретный состав из пучков сельдерея, петрушки, зонтиков и другого, которым можно отбиваться от хулиганов. Бабушки причмокивают, когда пьют чай, потому что им некого стесняться, и так реально вкуснее. Бабушек седые волосы, потому что... Ну, потому что они их не красят. А нафиг им. Крашеные. Посидевшие. Посидевшие. Состоявшиеся. Несостоявшиеся. Бабушек морщинистые листа. Листа, листа. Что это? Они с маленьких лебедей. У бабушек морщинистые лица, потому что... О, Господи, прости меня душу грешную. Вот так они говорят очень часто. Они морщинистые лица, поэтому... Спасибо. Доброго лета. Спасибо за субтитры. Спасибо.